Здравствуйте! Вот одной из любимых книг моего детства были книги про Незнайку. Незнайка, Незнайка в солнечном городе. И вот помню, в солнечном городе, где Незнайка был, фактически такой коммунистический немножко город был, там была очень интересная архитектура. Были дома, вращающиеся, они в течение дня совершали один оборот. И вот один из персонажей не вовремя пришел к себе домой, был очень чем-то расстроен и попал в чужую квартиру. Вот такая была история с ним. Так вот, оказывается, это автор Носов написал некую, так сказать, пародию архитектурную на самом деле на замечательного нашего художника и архитектора-футуриста Владимира Евграфовича Татлин. Вот, прошу вас, любите жаловать его. Это и когда у нас футуризм был в самом рассвете, это начало 20 века, начало новой жизни после Октябрьской революции. Идеи футуристические витали в воздухе, всякие смелые такие вот интересные идеи, а не раскрасить ли нам все деревья на улице Тверской в черный цвет, например, там, или что-нибудь еще, что-нибудь такое смелое, масштабное. И вот у Татлина была идея, он, кроме всего прочего, еще был художник, иллюстратор книжный. Башня. Башня Татлина. Это объект, оставшийся в истории мировой архитектурной культуры. Он реализован не был, но несколько макетов его вот в мире, в музеях существуют, хранятся. Эта башня предназначалась для здания, в котором должны были находиться органы управления коммунистического интернационала. Предполагалось, что его построят на месте храма Христа Спасителя, там, где потом должен был быть, ну, по более поздним планам, возведен дворец Советов. Станция метро, кстати, так называлась тогда, дворец Советов долгое время. Видите, вот такая архитектура очень напоминает, по так вот, по духу, да, вот эти вот арочки металлические конструкции, напоминает Эйфелеву башню. Но не Эйфелева башня, это точно. Безусловно, такого рода конструкция была бы сейчас украшением Москвы, если бы ее когда-то построили, но не построили. Самое интересное, что в этой башне, это башня, конструкция, было подвешено внутри нее три объекта, три обитаемых объекта. Самый нижний, эдакий, скажем так, куб, кубическая конструкция, которая совершала один оборот в течение года. В этом кубике должны были находиться, вот так он мог бы выглядеть, если был построен в Ленинграде, в этом кубике должны были находиться такие вот помещения для проведения съездов, политических форумов. Над этим кубом находилась пирамида, в пирамиде тоже вращающейся, пирамида должна была, это очень концептуально, совершать оборот за один месяц, то есть в 12 раз быстрее, чем находившийся под ней куб. И, наконец, сверху цилиндр, цилиндр, который совершает оборот каждые сутки, один оборот в сутки. Вот, сверху, вот сейчас видно и пирамиду, и цилиндр, тут вот проглядывается внизу куб. Раз в сутки. В ней должны были находиться разного рода информационные органы. Информационные органы, вот там должны были находиться и, значит, функционировать. Быстренько, быстренько оборачиваясь вокруг своей оси, осматриваясь мир. Вот, замечательный такой объект должен был быть. И обратите внимание, какие-то интересные такие концепции. Сейчас никому в голову, особенно ведь не приходят какие-то вращающиеся сооружения, только ради того, чтобы они вращались, да, еще с разной частотой угловой, да, вот как вот здесь вот. Но, тем не менее, ее еще иногда называют памятник третьему интернационалу, да, вот это вот сооружение, башня Татлина, несколько так вот архитектурных фантазий на эту тему видел. Ну, сооружение вот замечательное, но нереализованное. Пожалуй, это вот из так называемой бумажной архитектуры, а вот такая вот нереализованная архитектура, ее называют бумажной, это, наверное, самое интересное архитектурное, архитектурный объект. Вот так вот. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ. До свидания.